Приветствую вас, и вначале я бы хотел обратить ваше внимание на два очень важных момента. Первый момент, это то, что ваша мама имеет над вами определенную власть, это то, что ваша мама имеет над вами определенную силу, это то, что ваша мама имеет влияние на вас. Это первый аспект. И второй аспект, это то, что касается диагностирования у вас депрессии. Вот, то есть как бы, значит, ну у вас, вы говорите, что у вас депрессия. Есть, вот, депрессия, диагноз депрессии может ставить только врач. Вот, только психотерапевт, либо психиатр, либо клинический психолог. Вот. И только после личного, личного очного осмотра. Вот. Так что, вначале, необходимо убрать влияние вашей мамы, вначале необходимо освободиться от ее, так сказать, гнета. Вначале нужно научиться критически относиться к тому, что она вам посылает. Посылы, которые она вам дает, критически нужно относиться к ним, критически воспринимать их с позиции взрослого, а не с позиции ребенка, как это происходило до этого. Вот, и после этого вам вполне возможно уже станет лучше, и вы сможете свободнее принимать решение и выбор. Вот. Дальше. Следующий важный момент, который я хотел бы вам озвучить. Вы пишете, что теперь я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Вот. Понимаете? То есть, если для вас важное образование, просто вот как данность, как ценность в себе, то получайте образование, никаких проблем с этим как бы нет. Вот. Получайте образование, доучивайтесь, вот, и как бы реализуйтесь в этом направлении. Вот. Понимаете, какой аспект? Если, если же вам важно заниматься любимым делом, вот, если вам важно заниматься любимым делом, то, конечно, лучше, если вы перейдете, переведетесь на свою любимую профессию, вот, и будете делать то, что вам нравится. Но, ключевой момент здесь в том, почему вас это, почему вызывает сомнения. То есть, вы говорите, стоит ли переводиться и делать то, что нравится, или я не знаю. Вот. Вот. А откуда сомнения в том, что нужно переводиться и делать то, что нравится? Вот чем они вызваны, эти сомнения? Чувствуем вины перед мамой? А для кого она это делала? Для себя или для вас? Неуверенности в себе? А как еще по-другому узнать, что нравится, что интересно, если не пробовать? Как по-другому еще чему-то научиться, если не ошибаться? Понимаете? Поэтому сомнения здесь, сомнения здесь нужно исследовать, и анализировать, и раскрывать. И когда вам будет понятна их природа, когда вы сможете оперировать информацией, которая имеет место быть, ну, то есть, которая имеет место быть, но которую вы не видите. Вот. Я думаю, вы сами определитесь, потому что, в принципе, в принципе, и можно образование получить, ну, по какой-то вот заведомо такой хорошей профессии, да? Вот. И потом можно своим делом заниматься, можно перевестись и сразу заниматься любимым делом. То есть, эммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Все зависит от того, что для вас важно. Все зависит от того, что вам интересно. Все зависит от того, чего вы хотите. Вот чего вы хотите, то и нужно делать. Что для вас важнее. Именно для вас, не для мамы, не для кого-либо еще. Для вас. Потому что жизнь ваша. Вы ее проживаете, не мама, мать. Вот если достаточно ясно увидеть для себя этот момент, что вы, если вы, которая живет не своей жизнью. То есть вот как раз когда вы живете не своей жизнью, когда вы действуете не по своим желаниям, не по своим целям. Вот как раз вы проживаете, ставитесь в голову, что-то как бы по сути умираете. Вот просто подумайте об этом и спросите себя, Хотите ли вы этого или нет? Для себя. Хотите ли вы для себя такого? Потом еще жалеть будете, скорее всего. Если мамины решения, да, и мамины взгляды не соответствуют вашим. Это нормально. Абсолютно. А чувство вины можно будет убрать при необходимости. Ну, то есть, если такая необходима будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!